Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала Помидорка за решеткой. Меня зовут Бакшсиев Дмитрий, мы начинаем новое прохождение. На сей раз это Assassin's Creed Братство Крови, или Assassin's Creed Brotherhood. История. Начинаем. Начинаем, начинаем, начинаем. Я там пробовал уже, профиль был, поэтому... Но мы начнем новый. Помодор КЗР. Хе-хе-хе. На другой. Ассасины. Люди, посвятившие себя защите свободы. К ним я принадлежу с рождения. Несколько недель назад меня нашли тамплиеры. Похитили меня. Сунули в какую-то машину и пустили в оборот. Она называется Анимус. В ней я провел большую часть своего времени. Исследуя воспоминания предков, зашифрованные где-то в глубине моей ДНК. Сперва я заново пережил жизнь Альтаира ибн-Лаахада. Ассасины эпохи крестовых походов. Тамплиеры искали некую частицу Эдема. Древний артефакт, который поможет им подчинить людей своей волей. Тамплиеры решили, что узнали все, что хотели. И рассудили, что я больше им не нужен. Но Люси спасла меня. Люси. Когда все полетело к чертям, оказалось, что Люси ассасин, и она спасла меня. Я думал, что на этом моим злоключениям конец. Но это было только начало. Я снова вернулся в Анимус. Теперь я переживаю воспоминания Эдсо-Аудитора де Ференце, моего предка из эпохи Возрождения, искавшего разгадку. Благодаря эффекту просачивания я становлюсь ассасином не только на словах. Что весьма уместно, ибо тамплиеры хотят поработить всех нас. Кстати, о тамплиерах. Недавно они вломились в наше укрытие, мы бежали и стали искать новое пристанище. Но спрятаться негде, а время уже на исходе. Я Дезмонд Майлз, и это моя история. Вот так, мы возвращаемся в историю ассасина, и что-то какая-то картинка говерная была. В самом начале, не знаю почему. Ну-па. Видео было дерьмовое, сейчас-то все хорошо. Что происходит только? Эдсо! Как я рад вернуться к тебе, дружище! Воу! Как ты нашел меня, Марио Аудиторе? Помнишь? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нажимаю. Давай! Задел, но не убил. Твою мать. Ребекка, что происходит? Мне нужно провести диагностику. До связи! Диагностику? Что мне в этот момент делать? Ребекка? Что за... Сообщение доставлено. Мы все ушли уже из этого мира. Больше мы... Ничего не можем. Остальное зависит от тебя. Дезмонт. Что? Какой Дезмонт? Ничего не понимаю. Подожди! У меня столько вопросов! И никаких ответов. Прости, Эдсо, но это... Сообщение было не для тебя. Ватикан. Декабрь 1499 год. Уходим отсюда. Про Эдсо Аудиторе читать не будем, я думаю. Не получается достать. Даже больше. Жозол сейчас спрячется от нас. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. В случае с Братством я проходил его не до конца. Если первую, вторую часть до... До прохождения на запись я проходил полностью. До Братства я буквально играл часа 2-3, может быть. А потом забросил. Ревелэйшн с откровения я вообще не проходил. Марио. Марио, где Луиджи? Так, ладно, Каламбур неуместен был. Используем орлиное зрение. И идём по подсвеченной тропе. Это довольно просто. Поэтому задерживаться не стоит. Отлично. Давай-давай, поднимайся. Ну. Молодец. Можем выключать орлиное зрение, потому что мы уже поднялись. Дядя, я видел нечто невероятное. Расскажешь свои байки, когда выберемся? Думаю, будет жарко. А я думаю, что Борджа и ты считают со своих людей. Ну что ж, посмотрим. Про Марио аудиторы тоже читать не стоит. Мы всё о них уже знаем. И про Эцию, и про Марио. А если не знаете, бегом смотреть прохождение первой и второй части. Вот так. Что вы здесь делаете? Ключ богом вы заплатите за свои преступления. Вы оспернили это святое место. Вы осуждаете то, чего не понимаете. Нам пора Эцию. Идём. Даже действительно. Сикстинская капелла. Про это мы тоже уже читали. Извините. Дайте дорогу. Да, чуть-чуть. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против на счастье, против властей, против мира правителей, тьмы, века сего, против духов злобы, поднебесной для сего. Примите все оружие божие, дабы вы готовься к бою. И дальше мы не услышали. Ну-ка. Ну-ка пусть... Да что ты действительно делаешь? Пустим бы я... Я бы всё сделал. Ну давай. Сразу в бой. Бой на Куэск. Слабаки. Действительно слабаки. Нет-нет-нет. Вам ничего не светит. Ну, дядя. Что же ты? Не отставать от Марио. Это будет трудно. Он ещё на Несс набил себе ногу и руку. Ладно, я всё время буду каламбурить в эту степь. Хе-хе-хе-хе-хе. Нет, друг. Ничего тебе не светит. Ничего. Как обычно. Где ты? Ну-ка, с дороги все. Давайте пропустим дядю вперёд. Потому что мы-то дорогу не знаем. А, он нас спокойно проведёт. Куда надо. Оп. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хе-хе. Чуть было и на голову дяди Марио не упал. А, очередная партия... Дурачков? Нет-нет-нет. Это мой дядя. Хе-хе-хе. 3-1. Пошли дальше. Этих трогать можно. А можно и не трогать. Для чего это так? Скажи, это не опасно? Сейчас кто-то на улице спросил, опасно ли это голосом Леонардо да Винчи из второй части. Что немножко настораживает. Так куда мы бежим, дядя? А, ну конечно. Может подвинешься? Нет? Как хочешь. Яблоко. Хотя бы одно теперь с нами. Решение принимаешь ты. Но решай быстрее. Отдай его мне. Потом придумай, что с ним делать. Бене. Прыгай! Ну что ж, так тому и быть. Таким незатейливым способом, друзья, начинается история... Продолжается история Эйцо Аудиторы. И наше с вами приключение. Юбисофт представляет... Ассасин's Creed Brotherhood. Я не знаю, зачем я делал именно Brotherhood. Зачем я прочитал это именно так. В любом случае, Ассасин's Creed. Братство крови перед нами. В который раз это уже повторяю я. Я, кстати говоря, до сих пор не знаю, успеем ли мы пройти. Скорее всего, нет. Братство и откровение до выхода третьей части. Но я постараюсь. Монтриджони. Январь 1500 год. Месяц спустя, получается. Довольно долгий путь. Верно. Что за... Пока тебя не было, мы обновили арсенал. А, и теперь у вас принято стрелять из пушки по гостям? Действительно, почему нет? Извини. Мы установили их всего пару дней назад. И ребята пока учатся. Ну что ж. Ихняя учеба чуть не стоила нам жизни, но... Пожалуй, я разделю твой оптимизм, дядя. Ведь мы еще живы. А улучшенная оборона в Монтриджоне это... Плюс. Как бы... Никак не крути. Неужели... Да, да, да. Кстати говоря. Нововведение Братства Крови. Одно из нововведений. Это возможность ездить на лошадях в градах. Не может быть. Добрый день. Посмотрите на них. Как же здесь красиво. Да, Монтриджоне цветет. Благодаря тебе. Благодаря всем нам. Боюсь, что нет. Вечером собери всех в кабинете Марио. Там я все объясню. У них будет много вопросов к тебе, Этсо. Клаудия, передай графине, что я с нетерпением жду встречи с ней. Катерина Форли. Так, ну про Клаудию мы тоже читать не будем. Следующее доступное воспоминание всегда показано на мини-карте. Ну-ка, посмотрим на карту. Куда это нас зовет? Начало фрагмента, начало фрагмента. Хм. Ну, допустим. Где мои лошади? Непонятно. Ладно, давайте сначала самые дальние начало фрагмента активируем. Врачи, вот это все мы уже читали, правда? И не зачем повторяться. А-а-а, все, я понял. То начало фрагмента на стене. А здесь что у нас? Привет. Это все. Марио убьет меня. Я упустил его любимую лошадь. Не волнуйся. Я приведу ее. Благословит тебя Бог. Лошадь, говоришь? Догоните. Воу, какая-то быстрая. Нет, иди сюда. Стой. Стой, 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 стой. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Это были довольно сложно. Ну же. Лошадочка, тише, тише, родная. Тише, 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 тише. Твою ты мать. Да стой ты, есть контакт. Мы ее оседлали. Борзая кобылка-то, а? Спасибо, Эдсо. Я уже слишком стар, чтобы бегать за лошадей. Я уже слишком стар для этого дерьма. Не бросайся в каждую битву, как твой дядя Марио. Свою битву я уже выиграл. Это отличная новость. Аривидарчи, отлично. До свидания, Эдсо. Аривидарчи. Отлично. Не успели мы вернуться домой, как сразу новые хлопоты нас настигли. Но они скорее в радость. Помочь своим людям всегда приятно. А тут кто у нас? Тяжелый ящик. Ну, давай помогу. Помочь тебе? Сальве. Сколько цветов? Похоже, твоему мужу сильно повезло. Это мне повезло, а не ему. Ты мне поможешь? Давай посмотрим, что можно сделать. Наверное, я немного запутала тебя. Да? Я не замужем. Эти цветы для вечеринки. А я приглашен? На день рождения Клауди Аудиторе? Поможешь мне? Возьму с собой. Мне очень нужен шикарный спутник. Она явно не узнала нас. Ты думаешь, я шикарный? Я поняла это, увидев тебя. Ни у кого нет такой гордой походки. Ты бы мог поспорить даже с самим Эдсо Аудиторе. О? А что ты знаешь об Эдсо? Клауди его обожает. Но он редко заходит к ним. Говорят, они не очень близки. Да. Я редко навещал ее. Нет. Ты? Но ведь это было задумано как сюрприз. Обещай, что не скажешь Клауди. А что я получу за свое молчание? У меня есть несколько идей на этот счет. Обсудим это, когда доберемся до визы. Мы ее немножко оплаумили. Кто заставляет ее таскать такие тяжелые ящики? Я кое-что придумала. Но есть одно условие. Назови его. Ты должен подождать до завтра. Ради тебя я готов на все. Ты не пожалеешь Эдсо. Поверь мне. Сомнительно. Чуть-чуть. Причем. Как то, что я не пожалею, так и то, что буду ждать. Старый добрый крыша Монтриджонни. По вам я тоже соскучился. Почему я сейчас с улыбкой на лице играю? Не знаю, как придурок. Просто сижу перед компьютером. Так, нам на стену нужно. Это я помню. Оп! Молодцы. Блин. А, вот отсюда получится зайти, да? Привет, ребята! Ну-ка покажите свои новые игрушки. Так, это и есть новое орудие? Да, сеньор Эдсо. Могу я испытать их? Да, но... Но? Давай, скажи ему! Нам не удалось подготовить их к стрельбе, а тот кретин, кто устанавливал их, куда-то пропал. Значит, мне придется найти его. Мы не хотим, чтобы вы зря тратили время. Ничего. Времени у меня достаточно. Нужно найти инженера. Ну, давайте пробежимся по стене. Я думаю, он здесь. Насколько я помню. Да-да-да. Эй! Один момент. Я никому не позволю трогать мои пушки. Как-то слишком вежливо. Какого уважения к артиллерию. Им кажется, что пушки волшебны. Что они стреляют сами по себе. А ведь орудие нужно чувствовать. Сейчас у нас только примитивные орудия. Но я добыл чертежи одного французского изобретения. Железного убийцы. Представьте себе. Пушка, которую можно держать в руках. Оружие будущего. Линтовка. Пистолет. Это да. Железный убийца. Ну что, починишь, красоток? А? Надеюсь, что да. Что вы наделали? Мы стреляли? Они же еще не готовы. Из-за вас нас всех могли убить? Дайте взглянуть. Эх, его перегар еще хуже, чем пушки. Только когда из них стреляют такие кретины, как вы. Вот, попробуйте. Он же сейчас ничего не сделал. Он же сейчас просто посмотрел на них. А, ну ладно. Забей орудие, чтобы проверить прицел. Фаер! Ха-ха, заряжай. Готов к стрельбе. Наводись. Огонь! Есть контакт. Заряжай. Готов к стрельбе. Наводись. И... Огонь! Еще осталось поразить две цели. Заряжай. Наводись. Огонь! И последняя цель. Отлично. Ха-ха-ха. Руки чешутся по стрелям. Оу, я промазал. Ничего себе. Как так? В порядке. Значит, проблема в том, кто стреляет. Не вопрос. Повторим. Ха-ха-ха. Отлично! Ну, хоть кто-то из вас умеет стрелять. Снимемся второй. Второй? Давай глянем на вторую. Спасибо за помощь. Если завтра утром услышите пальбу, не беспокойтесь. У нас будут учения. Все равно это вам не поможет. Очень смешно. Теперь чини вторую пушку. Обороноспособность Монтриджоне растет, и это не может не радовать. Кажется, мы синхронизировались со всеми воспоминаниями Эдсо на момент приезда в Монтриджоне из Рима. А значит, мы спокойно можем возвращаться в Навиллу. У Клаудии день рождения. Скоро. Или сегодня. Даже не знаю. Катерина. Здравствуй, Эдсо. Катерина. Рад встрече. Что привело тебя сюда? Я хочу заключить союз. Армии папы снова двинулись на Форли. Твои наемники мне бы очень пригодились. Возможно, я смогу помочь тебе. Обсудим это позже. Мама. Макиавелли. Дело сделано. Хотя все закончилось не так, как мы думали. Я вошел в Ватикан и сразился с Родриго. Он использовал павский посох, но я одолел его. С помощью посоха и яблока я попал в сокровищницу. Там со мной заговорила богиня Минерва. Она рассказала, что в будущем человечеству ждут страшные беды. Но спасти людей помогут заброшенные храмы. Затем она обратилась к какому-то призраку, Дезмонду, словно он был там. Стоял рядом. Потом она исчезла. Удивительно. Чудеса, да и только. В сокровищнице не было того ужасного оружия. Отличные новости. А это богиня Минерва. Она похожа на человека? Да, но ее слова доказывали иное. Ее родичи умерли годы назад. Видели бы вы чудеса, которые она творила? Кто такой Дезмон? И где эти заброшенные храмы? Я не знаю. Нам нужно найти. Расскажи мне про Борджия. Родриго молил о пощаде? Оправдывался? Предлагал тебе власть? Нет. Ничего подобного. Любопытно. Он скажет или нет? Не думал, что он останется таким хладнокровным. Я пощадил его. Испанец жив? Когда наши враги будут мертвы, тогда и поговорим о сокровищницах и древних богах. Надо было убить его. Мы еще хлебнем горе из-за него. Нет смысла спорить о прошлом. Мы должны подумать о будущем. Нет. Я немедленно отправляюсь в Рим. Этсел, уверен, у тебя были причины пощадить Родриго. Макеавелли поймет. Я этих причин, к сожалению, не понимаю. Человек убивает направо и налево стражников, обычных людей, которые просто по воле судьбы обязаны служить своего хозяина. Но хозяина, который заставляет убивать людей, которые подчинены ему, и жаждет власти такой, которая не должна быть ни у одного человека, которая причинит боль и страдания половине земного шара, он с легкостью отпускает. И говорит об этом как о пощаде. Это противоречит его натуре. Если не это, так как минимум убийство стражников. Нам нужно наверх, в любом случае, туда и отправимся. На удивление, легко он снял эти ботинки. И я же уже говорил о сомнительности нашего ожидания завтрашнего дня. Ведь говорил, да? Катерина. Катерина. Обсудили политические дела, называется. А нет, еще продолжают. Не одному кажется, что корсет здесь лишний. Как-то она неудовлетворена про еще один разок спросила. Твою мать. Спрячься где-нибудь. Девушка рвется в бой. Какие прятки? Этсо, Монтриджоне от Аколона. Но кем? Испанец? Черт. Это Борджи? Я должен был это предвидеть. Должно быть, они пришли ночью с востока. Да уж надо было предвидеть. Пока горожане не скроются. Я займусь этим. Пользуй пушки в башне над стенами. А я пойду в атаку. Она у тебя? Она в надежном месте. Не дай людям Борджио проломить стены, пока все наши не ушли. Энсиены перлобить долг я. Вместе к победе. Вместе. Дядя, будь осторожен. Хорошо. Окей. Вперед. Давай, давай, давай. С дороги, с дороги. Извините. О, черт. Воу. С дороги, с дороги. Все с дороги. Твою мать. Что за садомия? Беги, беги, беги. Быстро на стены. Давай. Нужно добраться до пушек, пока не уничтожили эту башню. Твою мать. Ладно, нам и без лестниц. Хорошо. Тихо. Выше головы, ребята! Подумаешь. Воу. Добрый аудиторий, слава богу! Вы должны задержать их, пока люди не уйдут! Сейчас сделаем все. Зарезай. З-з-заряжай. Пушки, серьезно! Тут нет пушек, тут катапульты. Огонь! Заряжай, заряжай, заряжай! Блин, по одной вбахал. Вбахнул. Осталось жителей 170. Черт побери. Городские укрепления тают на глазах. Давай. Я, по-моему, не успею. Если бы я уничтожал подвеек сразу. Я еще и промазал. Ай, косая ты, мартышка. Заряжай! Давай, не тяни. Городские укрепления почти штопали. Отлично. Почти половина. Городские укрепления почти разрушены. Давай, 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 давай. Ну же. Черт тебя дери. Давай, 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 давай. хотя бы одна пушка полтора деления городских укреплений очень две пушки одно деление черт тебя дери ну хреново че кажется я проиграл очень по крайней мере на это похоже твою мать еще справа долбят ни хрена себе конкретно так долго давай пройдена контрольная точка мы справились твою мать все вперед в рукопашный бой я с вами ребята с вами давай 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 все за мной это мясо простое мясо мне кажется или это только что выстрелил из пистолета давай осталось 4 комбинация пошла хрен ас-2 ты попал прямо под кем под комбо атаку а вот это уже посложнее будет наверно черт давайте отойдем отойди 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 и теперь можно атаковать есть контакт тяжеловесы долбаные дядя это кто такой это его мы видели в самом начале я знаю что ты там это сын борджа папа рассказал мне все и про тебя и про ассасина и про это твою мать тайне ружье которое его друг сделал мы пролили столько крови думаю пришло время очищения так что считай это предложением от моего семейства по правое плечо от него кстати стоит его сестра с которым с которой по идее он очень близких отношениях нет дядя тот выстрел который мы слышали он был в наше плечо я могу идти берегите они идут все на лилу аудит или в дядю или и туда и туда не шагу назад на отступая мы ничего не добьемся вперед вперед вот они идут за мной да они идут за мной ну уже атакуйте ну что как тебе местная грязь нормально меня мой же наемник долбанул побежали побежали ближе к вилле клаудия клаудия твою мать ух нет уходите святилище ф Когда вы убиваете врага, зажмите ЛС, чтобы выбрать следующую цилиндр, чтобы казнить ее одним ударом. Попробуем. Нам нужно в безопасное место. Давай, давай. Идем дальше. Хватит там выпендриваться. Ещё один. Оу, слишком жестоко. Ну же, вперёд. Это бы вор. Где мама? В порядке? Я здесь, Эссо. Она заговорила? Граци, адьё. Мы не могли бросить тебя. Путь будет непростым. Береги маму. За спиной Альтаира таился скрытый ход за стены города. Где Марио? Я думала, он будет ждать нас. Пехота Борджи окружает город. Марио мёртв. Отправляйтесь во Флоренцию. Здесь слишком опасно. Найди коня. Ты не поедешь с нами? Куда ты? В Рим. Иди, сын мой, и уничтожь их. Но не забывай, во имя чего сражаемся мы, ассасины. Как вовремя она заговорила. Чёрт. Он же ранен. Дарима месяц пути. Да, это было опрометчиво. Застижение боевые раны, и завершена первая последовательность. Когда... Угу, цепочка казни, это мы знаем комбинация. Я не могу засечь координаты Че-Эцио. Че-Э? Да что тут вообще происходит? Извини, частица Эдема. Минерва говорила о храмах. О том, что они помогут защитить Землю от опасностей, которые ей угрожают. Верно. Для поиска этих храмов нам понадобится яблоко Эдема. Минерва изменила яблоко, когда коснулось его. Постой. Мы навели аудитора? Да. Наша последняя база в Италии. Тамплиеры перекрыли границу. Эдсо спрятал Че в 1507 году. Но когда я анализирую этот фрагмент ДНК, он вспоминает что-то другое. Одно воспоминание внутри другого? Да, точно. Возможно. Возможно или точно? Кажется, у тебя было что-то похожее в Абстерго, не так ли? У Объекта 15 тоже наблюдалось такое явление. Но она была беременна. Воспоминания родителей зародыша боролись друг с другом. Дезмонд не беременный. Насколько я могу судить. Ну, разве что плотно пообеду. Ты можешь перейти к другому участку? Нет, не выходит. Это уже было. Воспоминания Альтаира не открывались, пока Дезмонд не повысил синхронизацию. Значит, что-то подобное могло произойти и здесь. Эдсо в плохом состоянии. И это дестабилизирует память Дезмонда. Либо причина в том, что Ребекка не очень хороший инженер. Спасибо, козел. А что? Просто перечисляю возможные варианты. А это один из наиболее вероятных. Неженка. Здесь опасно. Средства сотового наблюдения видят сквозь стены. Ты хочешь сказать спутникового? Шутишь? Австерга перешла на использование вышек сотовой связи. Волны проходят везде. Они найдут нас. Нет, не найдут. Идем. Почему это место, мне кажется, наиболее вероятно очевидным для сокрытия этих ребят? Пройдена контрольная точка. Вход перекрыт какой-то балкой. Здесь мы точно не пройдем. И что дальше? Дорога делает петлю и возвращается к шоссе. Нам нельзя здесь оставаться. У нас брезент есть? Нужно прикрыть фургон. Я не хочу добить на вас, но времени почти не осталось. Тогда помоги нам, Шон. Есть идеи? Ну, не знаю. Может, есть другой вход в святилище? Эй, вроде что-то есть. Тезмонд увидел Этсо. Ну, на этом мы закончим эту серию, друзья. Надеюсь, вам нравится возвращение в мир ассасинов. Мне тоже точно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Не забывайте про лайки. И подписываться на канал. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok